Дзен-мастер Титнатхан Как бороться с несправедливостью в этом мире, не поддаваясь гневу, горечи, ярости и злобе? Представьте доктора, врача, которому приходится встречаться со множеством больных. Он мог бы сказать, как могу я наслаждаться здоровьем, когда столько людей больны. Но мы знаем, что если заболеет врач, то ни у кого не останется надежды. Работа и обязанность врача в том, чтобы поддерживать себя в добром здравии, и чтобы суметь помочь своим пациентам. Если вы видите, что много, слишком много людей страдает в мире вокруг вас, и если вы не знаете, как самому при этом испытывать меньше страданий, как напитать себя радостью и счастьем, то будете таким же, как все, и не сможете оказать помощь. Значит, должен быть способ помочь себе меньше страдать, чтобы вы могли помочь другим людям, которые испытывают больше страданий. Именно поэтому практика осознанности может быть полезной. В принципе, вы знаете, что в нашем распоряжении есть свежий воздух, чистая вода, много живительных и целебных природных элементов вокруг и внутри нас. И если вы знаете, как найти к ним доступ, то получите необходимую подпитку и исцеление. И не только для себя. Ведь если вы будете меньше страдать, если сможете напитать себя радостью и счастьем, то сможете помочь другим людям вокруг вас. Так что практика нужна для того, чтобы сохранить себя, не позволить окружающим вас страданиям поглотить вас. И это возможно с практикой осознанности. Ведь вы знаете, в вашем распоряжении есть свежий воздух, солнечный свет, чистая вода и много чудес, которые дарит жизнь. Мать-Земля готова прийти к вам на помощь, напитать вас и исцелить. Если вы осознаете это, то позволите Матери-Земле и всем этим чудесам обнять вас и помочь исцелиться. Вы станете инструментом исцеления для других людей вокруг вас. Вот почему доктор, врач, должен заботиться о себе. Ведь он знает, что его благополучие, его здоровье очень важны для людей, которые страдают и идут к нему за помощью. Практика осознанного дыхания, осознанной ходьбы, умение безраздельно быть здесь и сейчас, чтобы природа могла нас напитать, очень важны. Если мы сможем перестать бежать в стремлении что-то заполучить, то сможем позволить себе безраздельно быть здесь и сейчас, чтобы живительные и целебные природные элементы смогли нас исцелить. и тогда мы станем инструментом мира, счастья и радости, помогая другим людям меньше страдать. Вокруг нас может быть много гнева, горечи, злобы. И если мы не знаем, как найти путь к себе, как позаботиться о себе, как напитать себя, нас захлестнет коллективная энергия ненависти, гнева и горечи. Так что заботьтесь о себе. Это очень важно. Чтобы суметь это сделать, нужно вернуться к себе. Внутри нас есть безопасный остров. Нужно вернуться к себе с помощью осознанного дыхания, осознанной ходьбы. Так мы сможем успокоить свое тело, свои чувства и начать ощущать умиротворение. Мы будем видеть вещи с большей ясностью. Будем знать, что делать, а чего не делать, чтобы не усугубить ситуацию. Сможем понять, что один осознанный вдох или осознанный шаг уже помогают обрести чуть больше покоя, мира. Не дают нам опустить руки. Мы увидим, что всегда есть надежда и не будем чувствовать себя бессильными и беспомощными. Ведь если мы научимся практиковать осознанное дыхание или ходьбу, то увидим, что один единственный вдох, один единственный шаг могут многое изменить. А именно это наполняет нас надеждой. Проблема не только в том, что именно нужно предпринять. вы движимы желанием совершить деяние, дабы облегчить страдания мира. Однако действовать это лишь один из возможных вариантов. Быть это тоже деяние. Если вы можете быть ненапряженным, если можете быть умиротворенным, если можете быть сострадательным, это уже довольно большие деяния. То, как вы сидите, как смотрите на людей, может уже оказать им большую помощь. Если в вашем сердце мир, покой, сострадание, то одно ваше присутствие уже приносит большую пользу. Так что быть очень важно. А деяния вытекают из такого рода бытия. Сначала нужно быть миром, а затем уже вершить мир. Кроме того, есть еще фактор санхи. миром, у вас есть друзья, которые умеют быть, быть ненапряженными, быть умиротворенными, быть бодрыми, быть здоровыми, то тогда вместе вы можете создать мощную коллективную энергию мира, радости, счастья, которое сможет спасти многих людей. И это тоже относится к умению быть. Вы мир, вы бодры, вы сострадательны, и эта коллективная энергия мира, свежести и сострадания начинает способствовать благополучию мира. И, конечно, эта энергия мира и сострадания поможет вам понять, что именно совершить, чтобы нести миру мир, свежесть и радость. таков ответ на вопрос, как защитить себя от захлестывающей коллективной энергии ненависти, насилия, горечи и гнева? Как создать островок мира, свежести и сострадания внутри себя? Если есть группа людей, которые на это способны, то они станут прибежищем для многих других. Вот почему объединение практикующих имеет очень большое значение. Продолжение